91-летняя Рахель Зигер и её младший брат Маше показывают открытку, которую отправил им их отец незадолго до своей гибели. В 1943 году Самюэль Акерман выбросил её из поезда, в котором его и других евреев везли в лагерь смерти Майданок. В ней написано «С болью в сердце, к сожалению, вынужден сообщить, что меня и ещё 950 человек везут в неизвестном направлении. Возможно, больше написать я вам не смогу. Молитесь Богу, чтобы мы смогли ещё когда-то встретиться. Продолжайте верить. Уверен, Бог нам поможет». Эта открытка лежала в семейных архивах до тех пор, пока сын мужчины не узнал о проекте израильского музея «Яд Вашем». В рамках него собирают личные вещи жертв Холокоста. «Это ещё одно маленькое свидетельство. Ещё одна капля в море свидетельств. Оно нам ничего не открывает. Факты давно известны. Это просто маленькое свидетельство». Людей, переживших Холокоста, становится всё меньше. Вскоре никто не сможет поделиться собственными переживаниями. И тогда придётся надеяться только на то, что останется после них. Именно поэтому музей решил создавать обширный архив. В его коллекции уже 250 тысяч предметов. «Цель не представить их в музее, поскольку место в нём очень ограничено. Цель сохранить, сберечь документы и систематизировать их. Некоторые вещи можно увидеть в архиве музея, некоторые уже доступны онлайн». В рамках программы также на видео записывают воспоминания выживших и даже создают голограммы. Все полученные артефакты пополнят обширную коллекцию музея, которая включает 210 миллионов документов, 500 тысяч фотографий, 131 тысячу свидетельств выживших, 32400 артефактов и 11500 произведений искусства, которые относятся к Холокосту. Открытка Самюэля Акермана тоже станет частью богатого архива. 1 мая в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста и героизма.